Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Александр Уманчук. И сегодня я бы хотел рассказать вам о топ-5 немузыкальных блогерах, которые очень неплохо поют, а некоторые даже могут поразить вас своими вокальными навыками и способностями. Правда? Не может быть! А перед тем, как мы начнем, я попрошу вас по традиции подписаться на этот канал, поставить свой жирный лайк, рассказать об этом канале друзьям, написать свой развернутый комментарий, и, собственно, мы начинаем, друзья! И первым в нашем списке будет Стас, ай как просто, великий Стас-комментатор, Стас, просто Стас, Стас Сатори, у него сотни имен, он начинал свою YouTube-карьеру с техноблогинга, но сейчас он больше известен своими разоблачениями и скандалами с разными блогерами, но, скажу вам честно, друзья, у Стаса очень неплохой голос. Я думаю, что у него такой достаточно плотный тенор, у него есть своя группа, которая называется «Зе Вепри». Они исполняют различную музыку, что-то ближе к постпанку, но, честно, охарактеризовать их музыку определенным образом очень тяжело. Стас не раз признавался, что он занимается вокалом, что он берет уроки по вокалу. Мои упражнения состоят из артикуляционной, сперва дыхания, дыхательная гимнастика Стрельниковой, упражнения на распевку по методике Седа Рикса и пения в речевой позиции, подражания актерам дубляжа. И это реально слышно, потому что то, как он пел раньше... И то, как он поет сейчас... Это действительно небо и земля, поэтому ему респект и уважение. У него действительно интересный и прикольный тембр голоса, а за его контент просто мое почтение. Мое почтение. Пожелаем Стасу развиваться в этом направлении, а мы продолжаем, друзья, и следующий в нашем списке будет Топа из Утопия Шоу. Топа также не единожды рассказывал, что он учился в театральном вузе, но мало кто знает, в каком именно. Он учился в ГИТИСе на курсе драматического артиста, но в ГИТИС пользуется своей репутацией как достаточно музыкальный вуз, там очень много поющих людей, там отличная кафедра музыкального театра и артистов мюзикла. И несмотря на то, что Топа учился на драматического артиста, он тоже очень много пел, ему нравилось петь. И пусть твердят тебе, что я не Топ, но... Но, как он признавался сам, он мало времени уделял вокалу во время обучения, поэтому мало чему успел научиться. При этом он играет на гитаре и очень часто радует своих подписчиков своими классными каверами, либо под гитару. Либо под переделанной аранжировки. По типу голоса я думаю, что у Топы тоже тенор, с таким хорошим харшовым призвуком, с легким расщеплением, с легким драйвом в голосе. Кстати говоря, практически все сегодняшние блогеры почему-то тенора. Очень странная тенденция. Что ж, Топа красавчик, а мы продолжаем. И следующий в нашем списке. Кто бы вы могли подумать? Ну, конечно же, всеми любимый, а кем-то не очень любимый. Николай Соболев. Николай рассказывал, что воспитывался в музыкальной семье, что его мама оперная певица, работающая в Мариинском театре, и что с детства он пел, а в подростковом возрасте он даже работал в таком частном театре а-ля Кабаре, в котором исполнял различный репертуар. У Николая тоже достаточно насыщенный, плотный тенор. Поет он даже чаще своих коллег. И с присущим Николаю самолюбием и хвастовством он очень часто любит бравировать своими данными и своими навыками, хотя, честно говоря, я не могу сказать, что они какие-то очень выдающиеся. Во всех песнях или каверах, которые я послушал, у него часто прослеживается автотюн, и слышно, что голос немножко подстерт. Это может указывать на то, что у него несовершенная техника звукоизвлечения, что он очень много форсирует звук, но при хорошей постобработке, при хорошей записи получается вполне себе ничего, и очень многим людям даже нравится. Николай даже пробовал запускать свое сольное творчество, но что-то пошло не так, почему-то зрителям это не очень нравится. Интересно, почему? Ну, в общем, мы пожелаем Николаю только успехов в вокале, только успехов в своих начинаниях, а я предлагаю продолжить. И следующим в нашем списке будет создатель и ведущий шоу «Плюс 100500» Макс Голополосов. В первую очередь он известен, собственно, по своему шоу, в котором обозревает всякие мемные видосики. Оно, кстати говоря, до сих пор существует, что для меня странно. Неужели это все до сих пор смотрит, и это нравится многим людям? С другой стороны, он делает достаточно позитивный контент, и он вообще очень позитивный человек. И начинал он как музыкант. У него была своя команда «Second Season». Ребята исполняли такой постпанк, что-то такое драйвовенькое. Честно говоря, когда я услышал впервые, это было, наверное, лет 10 назад, мне очень понравился голос Макса, и мне показалось, что он очень неплохо звучит на английском, что у него очень симпатичный тембр голоса. Я думаю, что, скорее всего, у него высокий баритон, возможно, и тенор. Но из всех перечисленных мною блогеров на данный момент, мне он симпатизирует больше всего, и его тембр голоса мне лично субъективно нравится больше. На данный момент Макс занимается своим каналом, снимает подкасты, у него большая аудитория, у него все очень круто, поэтому что мне еще ему пожелать? Только здоровья и хорошего настроения, друзья. А мы продолжаем. И заканчивает наш сегодняшний список, конечно же, Антон Лапенко, точнее, Старозубов, который исполняет отлично песню Лала Хэй. Шутка, короче, шучу я, шучу, ну что вы. На самом деле, Антон не поет. Ну как сказать не поет? Он что-то поет. Но песню Лала Хэй и песни Старозубова за него исполняет немножко другой исполнитель. Честно говоря, я не смог найти в интернете, кто конкретно это делает. А заканчивает наш сегодняшний список один из моих любимых блогеров. Это и Котика. Не может быть! Если вы не слышали о таком блогере, если вы не смотрели его обзоры на Гарри Поттера, то я вам настоятельно рекомендую, потому что это просто невероятно. Этот чел вдохновил меня в свое время, когда я начинал только снимать свой YouTube-канал. И, честно говоря, меня он поразил тем, как можно креативно, интересно и очень остроумно подавать материал. У него также высокий тембр голоса. Он не профессиональный певец, но он поет в своей группе, ему нравится сочинять свои авторские песни. Ведь ты явилась в мою жизнь. Очень часто он выкладывает свои песни на своем YouTube-канале. Он очень креативный, интересный блогер. У него всегда очень классная подача материала. И песни его такие же яркие, такие же свежие и наполнены добрым настроением и каким-то светлым подтекстом. Перед желанием жить, менять. Поэтому, если вы не видели, а главное, если вы не слышали и котику, то я вам очень рекомендую посмотреть и послушать. Что ж, друзья, вот такой вот получился топ-5 немузыкальных блогеров, которые умеют неплохо петь. Надеюсь, вам понравился этот ролик. А если он вам понравился, не забывайте подписываться, поддерживать ролик лайком, рассказывать об этом ролике друзьям, подписываться на все соцсети, группу ВКонтакте, Инстаграм. Все ссылки есть в описании, друзья. А с вами был, как всегда, ваш дорогой друг Александр Уманчук. Друзья, до новых встреч и отличного настроения. Покедова. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok